Дайте славу Богу, Аллилуйя, слава нашему Господу, и пусть Его благодать, она наполняет каждое сердце, Аллилуйя, слава Иисусу Христу. И сегодня, как мы говорили, уже 40 дней, как наша Елизавета, драгоценная, возлюбленная наша сестра, моя мама, она вознеслась к Господу. И это после служения, да, вот она так мирно и отошла, и вообще это было такое чудо, что приехали, многие приехали, пришли, она попрощалась, и Бог ее так вот именно в благодати забрал, и она не мучилась, да, не пиляли ее врачи, да, не резали, и Бог дал такую благодать. Да, но она уже ждала, она ждала, и мы помним, да, когда она говорила, вот мне что-то Бог сказал, она брала пост, да, вот именно за две недели, да, говорит, мне Бог что-то сказал, но я вам еще пока не скажу, да, помните, потому что мы не хотели, да, вот мы не хотели ее отпускать, мы говорили, что-то там. Нет, то вы принято. Да. Но у Бога свои планы, да, и мы, кто мы такие, чтобы мешать планам Божьим, да, и мы вот были замечательные проводы, да, мы как бы, и была такая благодать, и у нас мы тоже делали эфир, да, и благословение Божие. И чем отличаются, вот, уграны, да, верующих людей от похорон неверующих, слезы, ну да, надо пахать, может, человек идет, вот, там, в ад, он, ну, он жил в аду, да, и он остался в нем. И, конечно, да, и когда человек не знает истины, да, он плачет, он же неизвестность, это самое страшное, когда ты знаешь, а что дальше, а куда, и страх смерти он велик. Но когда ты знаешь, кто ты, знаешь, кто твой Бог и куда ты идешь, то ты в благословении и в благодати Божьей. Божьей, халилюя. Да, ну, я немножко, как бы, скажу, по описанию, да, мы, да, посмотрим, да, вот мы знаем, да, вот, как вот, секулярный мир, да, ну, этот мир, он, как бы, там, три дня, да, вот, там, Бога, да, 9 дней, 40 дней, и вот, по-настоящему люди не знают, да. Да, я вот с искусственным интеллектом сегодня общался, я говорю, скажи, вот мне, вот, 9 дней, 40 дней, да, вот, ну, что это, он не отвечает, да, он такой хитрый, искусственный интеллект этот, ну, это и есть православная традиция, когда, там, вот, в 9-й день, там, он, там, отходит, там, молится, потом, а я скажу, а потом говорю, не-не-не, ты мне скажи глубже, да, мне, ну, да, эта традиция, она, как бы, там, глубокая, мне, ты мне скажи, как бы, истину, там, как бы, как Иисус Христос, как он пришел, там, вот, в 3-й день воскрес, там, 9-й день посещал учеников, все равно, да, говорит, да, да, вот, в 3-й день, да, там, он явился воскрес, явился ученикам, потом, в 9-й день, да, и, как бы, он, как бы, подстраивается под твои знания, да, он тебе хочет выдать то, да, и он, как бы, вот, знаешь, и вот, как бы, да, вот этот мир, он, как бы, подстраивается, но, когда ты не знаешь, когда ты глубокий, тебе что, тебе расскажут всякую это, и ты будешь принимать в уши, вот, все, что тебе рассказали, вот, тебе, там, интеллект сказал, а он может тебе сказать одно, потом сказать другое, как бы, знаешь, если ты глубину, там, как бы, ему задашь, то он тебе по-другому и скажет, и, как бы, знаете, вот, есть вещи, когда мы вот воспринимаем, нам когда-то что-то сказали, но, я вам скажу, давайте мы будем обращаться к Слову Божьему, к Вечному Писанию, и там все написано, там все написано, черным по белому, давайте мы откроем Иоанна, Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, ну, это, как бы, Иисус воскрес, это на третий день, да, и мы знаем, как вот, люди хоронят, на третий день, да, в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, и от опасения от Иудеев, пришел Иисус, китал посреди них, и говорили им, мир вам, что пришел Иисус, сказал первое, мир вам, Иисус, когда приходит, Он приносит мир Божий, и, сказав это, Он показал им на руки, на ноги, ребра свои ученики, обрадовались, увидев Господа, Иисус им сказал вторично, мир вам, что Он им сказал, мир вам, он говорит, не война, не вовремя, он говорит, мир вам, как послал меня отец, так я посылаю вас, что посылает, говорит, дарить мир и оправдание, говорить истину, чтобы мы не в неведении, а были в мудрости, в знании Божьем, сказал это, Он думал, говорит, примите Духа Святого, и это был, да, третий день, да, теперь давайте мы откроем двадцать шестую, двадцать шестой стих этой главы, двадцать шестой стих, после восьми дней, опять были в доме ученики Его, и Фомас никогда не было с ними, этот Фомас с ними, и пришел Иисус, тогда двери были заперты, опять же, все было заперто, все было закрыто, они там прятались, а Иисус сразу и появился, да, вот такое вот именно передвижение во времени и пространстве, Иисус пришел, тогда двери были заперты, и стал посреди них, и сказал им, мир вам, что Он сказал, вот пришел после восемь дней, это вот девятый день, почему люди, да, вот девятый день, и они отмечают девятый день, да, и не знают почему, да, потому что Иисус, Он посещал учеников Своих, вот посетил, и что сказал, мир вам, не горе вам, горе вам, говорит, мир вам, мир вам, я забрал плечи ада и смертью дьявол, и дарвал вам мир, да, его власть, да, наступает на змеи и скорбюновую всю силу врачи, и полнота для власти, она произошла при воскресении Иисуса Христа, и в девятый день, он говорит, мир вам, мир вам, и потом говорит, фармин, да, и мы все знаем, вот Фома не верующим, говорит, да, вот, Фома не верующий, да, ну, не верующий, ну, что вот Фома не верующий, потому что у Иисуса был ученик Фома, и когда Он приходил в первый раз, когда вот в третий день Он приходил, Фомы там не было, да, ну, Фома, где-то, ну, проонгался брать, и Фомы не было, Иисус пришел, показывал же там руки, показывал свои ребра, и, ну, а Фомы не было, и когда уже встретились, ученики говорят, Иисус приходил, Фома, где ты был, ты что, проходил служение? Иисус, хозитил у нас, он в Москве, слава Богу, говорит, че, не поверю, если сам не прикоснусь, не вложу персты, да, пальцы, вывод, раны, не поверю, то Он там себе может что-то на выдумали, то Он вас просидел, ну, короче, меня Он не посещал, я не видел, я не трогал, да, я не чувствовал, почему говорят, Фома не верующий, потому что надо было, Фоме надо было потрогать, и вот в девятый день Он пришел, и тут не верил, Фома не верующий, вот если ты Фома не верующий, да, Иисус приходит и говорит, мир тебе, говорит, да че вы празднуете, ну, похор, надо быть радуете сюда, потому что мы знаем истину, я говорю, мир тебе, мир тебе, ни проклятия, ни смерть, мир тебе, мир тебе, и вот почему, да, девять дней, да, вы понимаете, это цифры, не потому что вам рассказала, какая-то бабушка, какой-то дядя, ну, какой-то священник, который не читал никогда, писание, там, какой-то православное, ну, не знаю, есть православное, истинное, которые знают, писание, они знают четкое, а есть просто, которые, ну, они работают, им надо отпеть, им надо, там, припеть, покрестить, ну, у них, у них есть ценник, ну, они делают свой бизнес, мы никого не осуждаем, ни в коем случае, но торговать истинной нельзя, истину надо нести в свете и славе Божьего Слова. Аминь. И давайте мы посмотрим на 40 дней, давайте мы откроем деяния, первую главу, и мы знаем, что учили Иисус ходил, почему 40 дней, потому что он ходил с учениками, сколько? 40 дней, посещал, да, и мы там, Ивана там написано, когда он приходил, ему море, когда они ловили рыбу, когда они ничего не поймали, и Иисус говорит, забросьте в сети по правую сторону, нам иногда, кто читает Библию, тот знали, да, о чем я сейчас говорю. Давайте мы откроем «Деяния святых апостолов», первая глава. «Деяния святых апостолов» это какого-то продолжения, да, это какого-то деяния, еще говорят, Святого Духа, да, и Евангелие, и четыре Евангелия, Евангелие от Матвея, Евангелие от Марка, Евангелие от Пути, и Евангелие от Иоанна, четыре канонических Евангелия, которые у нас записаны в Библии, и что говорится в Евангелии? В Евангелии говорится, жизнь и чудеса Иисуса Христа, его жизнь, то, что он творил, как он ходил, он принес это Евангелие, благую весть, да, он принес, и в Евангелии мы читаем всю жизнь Христа, да, то, что он делал, как он ходил, как он учил, да, и вот миссия его учения, это был крест, и он пошел на крест, потому что ему надлежало было забрать все твои грехи, проклятие, болезни, на кресте и дарвах, примирить нас с Богом, чтобы вот эта слава Божья, она была в тебе, чтобы Дух Святой он наполнил тебя и вел тебя, да, и одеяние, это уже одеяние, когда уже продолжение, когда апостолы начали уже как бы продолжать миссию Иисуса, но в первой главе это еще конкретно, еще Иисус пребывает с ними, да, ну, давайте мы откроем со второго стиха, до того дня, когда, деяние, первая глава, со второго стиха, до того дня, в котором он вознесся, дал святым духам повеление апостолам, которых избрал и которым явился сам живым по страданию своем со многими верными доказательствами, в продолжении срока дней явился им и говоря о Царстве Божьем. И собрал их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, потому что вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. посему они сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь и Царство Израиль. Он говорит им, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца. Ну, народ же же он понимал, они понимали, что он как-то по-своему придет, придет в Царстве, на белом коне, будет править Израилем, и они же все как бы ожидали. Он сказал же, не ваше дело, знаете, времена Исоги, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, скажите, силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вот Дух Святой, он приходит и приносит силу, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже забирайте земли. Без силы Духа Святого ты не можешь быть свидетелем. Когда тебе говорят, слушай, ты в Христа веришь? Да не, ну я так, знаешь, ну я, это да, а ты еще в святу Духу? Да не, 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 я там просто раз пришел, посмотрел, когда ты знаешь, когда у тебя нету силы, когда у тебя не сошел в тебя Дух Святой, теперь там, ну ты не сможешь проповедовать Христа. Ты не можешь говорить о Его славе, потому что ты сам, как бы своим мозгом не можешь это вместить, Его славу, Его таинство, Его откровение. И ученики, которые ходили 30 года с ним, 30 лет он был на земле, они видели чудеса, воскрешение, что он делал, творил славу, делал многие вещи, да, и вот воскрешал мертвых. Ну, когда пришло время, да, правы-перосвященников арестовали, да, повели конкретно, да, в Синедрюон, на суд, все оставили, все убежали, забыли о славе и прятались, они боялись и прятались, и Петр, когда ему сказали, он как бы, не, 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 я не с ним, не, 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 я не с ним. Тот Петр, который дерзновенный, который, знаешь, такой, говорит, я все бросил, я не прошу, говорит, не, 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 я не с ним, перед страхом, смертью, перед каким-то ужасом, не, 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 не с ним, потому что не было силы, и какой бы ты ни был умный, какой ты ни был сильный, если у тебя нет силы Духа Святого, когда придет время тебе говорить о славе Божьей, ты не сможешь этого сделать, и говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями, 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 они были свидетелями, но они боялись говорить об этом, у них не было силы, будем не свидетелями в Иерусалиме, в городе, в Иерусалиме, в Иерусалиме, это божий город, народа Божьего, ты будешь свидетельствовать, именно в Иерусалиме, в Иудее, среди верующего народа, в Самаре, в Среди Гришнике, даже докрай земли, и сказал все, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, когда они смотрели на небо, во время восхождения, восхождения его, вдруг, предстали им два мужа, в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Что вы стоите и смотрите на небо? Вот Иисус взял, вознесся, и они стали, а они, ааа, вы смотрите, а что вы смотрите, говорит, он же был с вами, три года рассказывал, что мне надо же пойти на крест, быть распятанным, его рассказали, вы не поняли, испугались, убежали, там он говорит, ну я бы иду, чтобы вам послать Духа Святого, чтобы вы это, не было, ааа, опять ушел, короче, дальше, что вы смотрите на небо? Сей Иисус, вознешнийся от вас на небо, придет, таким же образом, как вы видели его, восхищенным на небо. Он говорит, этот Иисус, он же таким образом придет, да, и вот, сила Божья, она в нем, и Иисус говорит, не надлежит уйти, чтобы вы получили Духа Святого, Иисусу надо было конкретно вознестись, и вот апогей, распятие, воскресенье, но без вознесения, ты не был бы в силе, не было бы силы Духа Святого, если бы Иисус ходил по этой земле, просто вот ходил как человек, потому что он пришел как человек, и был как в человеческом деле, чтобы тебе прийти на аудиенцию, да, вот у нас там 2 миллиона верующих, и если тебе, чтобы тебе записаться на прием к Иисусу, ну, у тебя бы не хватило ни одной жизни, да, вот если ты вот 360 дней в аду, Иисус бы там, ну, поскольку человек не принимал бы там, ну, вот каждый день без выходных там, ну, по 50 принимал, да, 360 на 50, 1600. Вот, с копейкой, да, 1800, да, а это 2 миллиона, миллиарда, 2 миллиарда, и вот разделить, когда бы ты попал в очередь Иисуса? Ну, наверное, бы, наверное, иисус говорит, мне не надо очереди, я не тут, я пришел вам, чтобы вы, чтобы жить внутри вас, чтобы вы ходили во мне постоянно. И давайте мы откроем еще Иван Каринфин, первое послание Каринфина, апостола Павла, 15-го. Такая очень благословенная голова, где апостол Павла говорит об Иване, что такое Евангелие? Что такое Евангелие? Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. Напоминаю вам, братья и сестры, напоминаю вам, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы приняли, ты принял Евангелие, в котором утвердились, которым и спасаетесь принял утвердился и спасся тебе нужно без принятия и без утверждения принять и утвердиться и ты получаешь спасение спасение в евангелии это благая весь иисуса христа котором и спасаетесь если если преподанная утверждил удерживаете так как я благовествовала если вы удерживаете летаете где добавка сказала детка сказал если только не тщетно уверовать оказывается мы получаем спасение по вере и не по тщетной вере а по настоящей ибо я первоначально преподал он что вам что и сам принял то что иисус умер за грехи наши и иисус умер за твои грехи скажи за мои грехи иисус умер за твои грехи чтобы ты был безгрешным иисус умер за твои грехи по писанию и писание об этом говорило и обе из прописали давида в этом говорил пророки об этом говорили по писании и что он погребен был что было погребен погребен и в третий день воскрес описание умер погребен и воскрес евангелие но это не полнота евангелия полнота немножко дальше полнота евангелия потом явился нежели пятистам братьям в одно время что потом сделал явился и вот явление христа это вот полная его когда он явился в силе и славе своей не просто он по взял грехи погребен воскрес он явился он явился кому те кто не тщетно уверовали те кто пребывают в нем те которые до утвержденные он явился и тебе надо утверждаться в том потому что он явился нежели пятистам братьям в одно время из которых большая часть даны не живы некоторые почили потом явился я там также всем апостолам а после всех явился и мне как никому изверну и вот после всех и апостол павел он не был числе 12 и при жизни иисуса он не ходил с ним он уже когда воскрес он же на просто цель он был преследовал он был фарисея фарисея была секта какая-то где приходил иисус и надо их там вот они отошли как бы там от закона какой-то там ели справедует надо их гнать убивать и он ходил гнал церковь явился ему иисус на дороге и он дам ослеп да что делать господи да и стал был причислен до 1 за послал пришел помолился за него у него открылись глаза и он пошел проповедовать и вот он как бы дал проходил такой путь да и явился ему когда он был еще нам цель он явился ему на дороге и он первый же взял что делать не господи и явился да и вот апостол павел не ходил с ним и он ему явился уже воскресший будущего скрещен и на хороший пример для тебя что он так тебе является тебе является тебе скажи ко мне явился иисус евангелие был распят за грехи наши погребен воскрес и явился ко мне явился явился мне он живет во мне теперь не я живу живет во мне христос и явился да потому что да и он дальше тут описывает на благодатью божьему есть то что есть благодать вам и благодать его во мне не черно данная более всех потрудился не я впрочем а благодать божья которая со мной ну а давайте мы чтобы но 12 стих да если же христос проповедуется что он не воскрес что он воскрес а если о христе проповедуется что он воскрес из мертвых то как же некоторые из вас говорят что нет воскресения мир если христос воскрес и христос воскрес день-то fest если христос воскрес его решение воскресения борт только что не воскрес р Cantina счетка обвали и сами если хорошо что я над써 чем пищем наши вера про послания насправили если создавал в fabry Чего-то наша вера, да, и вот многие говорят, да, вот они отошли от веры. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресил. Если, то есть, мертвые не воскресают. Если Христос не воскрес, мы были бы лжесвидетелями. Ну, получается, мы то, что мы говорили, мы были бы повинны перед Богом. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и вы еще во грехах ваших. Если Христос не воскрес, или ты не веришь, что конкретно, да, в воскресение мертвых, то вы во грехах. Вы во грехах ваших. Давайте мы, 20 стих. Тут можно читать всю главу, она такая благосостоянная. Но Христос воскрес из мертвых. Скажи, Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый. Пришествие его. Первенец Христос, а потом что? Христовый. И вот мы во Христе. И мы с ним в воскресении его. Да. Ну, здесь можно читать всю главу и всю главу до конца. Ибо ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. И последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. А когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорить ему, тогда и сам покориться покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. И, ну, это говорится о Боге Отце, что Бог Отец покорил все под ноги Иисуса Христа, и все покорено Ему. И когда все покорено Ему, Он все возвращает опять Отцу. Ну, и тут Он опять говорит, если мертвый совсем не воскресает, то чего креститься для мертвых? И для чего же мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю и свидетельствую о том похвала, похвалую Ваши, братья, которые я имею во Христе Господи Моем. Ну, тут 32 стих. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями Ефеся, какая мне польза, если мертвые не воскресают? И вот когда у тебя опасность лекает, и когда ты где-то в проблеме, какая тебе польза, если мертвые не воскресают? Да, и тебе тогда тяжело, Он говорит, да, ты боишься смерти, боишься каких-то ситуаций, обстоятельств, каких-то вещей. Не обманывайтесь, худые сообщества, Он говорит, не обманывайтесь. Смотрите, вот есть вещи, которые, мои мои мои, будут обмануты. Не обманывайтесь, худые сообщества, разращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду Вашему, скажу, некоторые из Вас не знают Бога. Я говорю, к стыду Вашему, говорю, что некоторые из Вас не знают Бога. Если ты боишься смерти, ты, наверное, мертвые не воскрешают, что вы боёте на похоронах, что вы какие-то там вещи делаете, я говорю, к стыду Вашему, говорю, некоторые из Вас не знают Бога. И вот сегодня мы говорим Вам, чтобы Вы познали Бога, познали Его истину, истину о Христе, истину о Воскресении, истину о Его Вознесении. И Бог, Он наша полнота. И почему мы славим, почему мы радуемся, почему? Потому что мы знаем истину, и эта истина, она описана в вечном Евангелии. И много текстов Писания, но я не буду сейчас затрагивать много, потому что у нас ещё пастор Валера сегодня скажет ещё слово. И мы должны понимать, понимать истину Божью. Кто ты? И когда ты во Христе, ты свободный, ты живёшь в радости, ты живёшь в победе. Повернись своему ближнему, скажи, ты победитель. Ты очень благословенный человек. И ты победитель. Аминь. Потому что ты слышишь истину. Потому что тебе рассказали истину. Потому что тебе уже, ты в возрасте, и у тебя уже в преклонных годах, да? Но тебя истина посетила. Посетила истину. Не бойся. Не бойся, я с тобою. Евангелие, Евангелие. Это Иисус взял твои грехи, был погребён, воскрес и явился. Скажи, явился. Явился. Явился мне. Если ещё не явился, то тебе надо к ним встретиться. Очень серьёзно, чтобы он явился тебе и даровал тебе твою победу. И не жди. Ты думаешь, знаешь, как Елизавета Егоровна, она не ждала смерти. Она ждала, говорит, что я уйду к Господу. И мы все знаем, как она говорит, я уже так хочу уйти к Господу. И она вот это брала пост, она договаривалась с Богом. Говорит, я уже устала лежать. Она последние годы уже совсем не ходила. Она лежала. Да, после инсульта, вот она ещё после инсульта немножко ходила. А потом... И она была каждый день в молитвах. И вот наша церковь, она каждый день молилась. Елизавета Юрьевна, она была в молитвенной группе, когда каждый день молилась за Украину. Молилась за церковь, за тебя молилась. Она молилась за вот все, кто у нас в церкви. Она знала все дети, родные, близких. И она знала, знала, чьи проблемы, и она молилась. Она знала всех соседей проблемы. И она молилась. И когда она ходила, она приходила, она свидетельствовала. И кто вот, вы соседи тут знаете, тут приходил, она что вам первое говорила? О чём? О Христе. О Боге, говорит. И чтобы переходmar. Да. Говорят, о Боге. Говорят, она рассказывала вам, свидетельствовала. А многим, как бы, радио, да, там, это, да, иммонел, радио, там, дарили им, да, Багу Павли, да, чтобы вы слушали, что если у вас нет, там, интернета, это что-то, хотя бы радио, да, вы могли услышать, слышать Слово Божье, и, да, и мы видим, да, что слава Богу за нашу драгоценную сестру Елизавету, за мою маму, и мы видим, что много плодов, плодов, и один из этих плодов это я, да, это Бог, и она, вот, вложила это трудолюбие, да, это честность, она была очень честной человекой, она, вот, работала старшим экономистом, она работала, конкретно, да, там, цифрами, она говорит, я никогда не взяла там, она, вот, была настолько, как бы, да, она, вот, кристально чистый человек, она, вот, именно, очень была честная, она, она была очень такая трудолюбивая, да, и она была такая очень пристиплая, я по-русски буду, да, принципиальная, да, она очень внимательная, внимательная и аккуратная, да, она такая, скрупулезная, 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 да, и она, вы знаете, когда вот, что-то она, когда вот, и в доме, в огороде, в учебе, да, у нее, как бы, все там, четко, она, как бы, и слава Богу за нашу драгоценную Елизавету, и она сейчас нас слышит с небес, она видит тебя и радуется, она сейчас, как бы, тоже там, рядом с Господом, ходатайствует за нас, да, и благословляет, так что слава Богу, слава Богу за нашу драгоценную Елизавету, и мы благословляем, благословляем ее, да, мы любим ее, помним, да, и мы собрались, и сегодня мы тоже будем, как бы, общаться, и я хотел бы сейчас тоже передать слово Банстро Валерия, да, наш, мой, наверное, хороший друг, да, да, Банстро, который служит по тюрьмам, колониям, и, ну, благословенный муж Божий, да, и вот он, да, и, и, слава Иисусу, и вот, Банстро Валера, он же закончил духовную семинарию, да, и вот даже там диплом Бога и шел, и, а ты не взял своего диплом? Да, ну, он закончил, но это там диплом куда-то поехал не в ту сторону, а даже американцы преподавали, и я передаю слово. Спасибо, дорогой брат благословенный мой, драгоценные братья и сестры, все, кто нас смотрит онлайн, кто будет еще смотреть записи, хочется поблагодарить Бога за эту возможность, что мы можем вот так собираться, общаться, собрание святых, это вообще чудо Божие, это что-то чудесное, вот знаете, что нельзя отнять от собрания церкви, никогда нельзя отнять, это то, что мы, собираясь, говорим о том, во что мы верим, нам не нужно говорить о том, что мы видим, о том, что происходит вокруг, вот это отличие от собрания церкви, мы говорим не о том, что вокруг нас здесь, в этом мире, а мы говорим о том, что мы видим там, в небесах, потому что мы уже посажены в небесах, в Иисусе Христе, мы уже одесную Бога Отца, там уже престол накрыт, трапеза приготовлена, в виду, кстати, всех наших врагов, врагов много у каждого, я говорю сейчас даже не о войне, я говорю о том, что у нас есть, где-то вот, бывает лень может быть врагом, бывает может быть врагом глупость наша, бывает может быть врагом недоверие, недоверие, или просто сомнения какие-то, и вот что я хотел сегодня поговорить, сначала думал о любви говорить, если честно, когда пастор Андрей меня пригласил, то я думал о любви говорить, но когда я слушал его, вы знаете, Дух Святой просто начал вести и говорит, что нужно продолжать то, о чем говорил о пасторе только что, и я, знаете, бывает так, когда первый проповедник говорит по какому-то месту Писания, а потом второй уходит и говорит по тому же месту Писания, и что интересно, что это абсолютно другая проповедь, это абсолютно другие вещи какие-то, потому что каждый из нас, он видит что-то, каждый, мы все, вот, любой человек, любой человек, без исключения, он слушая, он через себя пропускает, через свое сердце, и он видит уже что-то, что лично он только может увидеть, и это чудесно, это замечательно, и вот очень здорово, что есть собрания наши такие, и вот я хочу говорить о том, что же мы можем видеть верой нашей, как мы вообще живем верой, вот с самого начала такое немножко тоже вступление сделаю, знаете, во-первых, нам нужно поверить, я думаю, все мы поверили, то, что мы в Иисусе Христе, а Христос в нас, ну, если кто-то еще в это не поверил, то вам нужно покаяться, нужно, перемена ума должна произойти, что такое покаяние? Это перемена ума, если раньше я думал, что Бог где-то там, Иисус там тоже непонятно кто и что, то теперь я знаю, мой ум поменялся, я знаю, что Иисус Христос это истинный Бог, который живет в моем сердце и в котором я нахожусь, понимаете, если нет веры, то нам вообще не о чем говорить, ну вот здесь 15 главе 1 Коринфян написано, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, и если веры нет, то вообще нам ничего смысла не забираться, мы можем собраться где-нибудь на партсобрании, где-нибудь на какой-то заводской конференции или еще на чем-нибудь, но церковь, как раз вот она говорит о Христе, и как мы можем говорить о Христе, только если мы отождествим себя с Ним, если я понимаю, что я и Христос одно, вот в Иоанна, в Иоанна, 10 глава, 30 стих, там Иисус сказал, говорит, я и Отец одно, представьте, Иисус пришел, и все там думали, кто такой, фарисеи вообще говорили, да в тебе бес, и ты там, и что только они говорили, и люди не понимали, кто Он, кто-то говорил, родные, близкие говорили, что мы знаем, братья, сестры, там были у них такие ситуации, люди, которые с Ним жили вместе, говорили, мы знаем, это плотник, а сын, плотник, и люди не понимали, кто Он на самом деле, и Он им как-то сказал, вот в 10 главе это записано 30 стихом, Он говорит, я и Отец одно, видевший меня, видел и Отца, и видит Отца, а потом дальше Он говорит, что как я в Отце, и Отец во мне, так и я в вас, и вы во мне. То есть представьте, когда я живу верой, когда я говорю о вере, и Церковь для того и собирается, чтобы мы могли верой что-то увидеть, я начинаю с того, в первую очередь, что я и Христос одно. Если я и Христос одно, то когда я читаю, что Иисус говорит, я и Отец одно, то я уже верой смотрю и говорю, о Боже, это я и Отец одно. Представь, вот скажи просто, вот сейчас, скажи, я и Отец одно. Причем, представьте, верой мы можем в этом раствориться, мы можем в этом купаться, мы можем просто вот я и Отец одно, это значит Бог и я, это одно целое. Бог, если Он океан любви, огромный океан любви. Представьте, когда-то я слышал и сам говорил, и мне песню даже пели, что я как капля в этом океане, а я вам скажу еще с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, подумайте о том, что весь океан, Он во мне. Представьте, это не я капля в океане, а это океан во мне. Я говорю, капля, но весь океан во мне. Представьте, Бог, весь и могущий Бог, Он во мне. Весь этот океан любви, Он во мне. Он в тебе, драгоценный брат, сестра, драгоценные души Божьи. И представьте, когда мы размышляем вот таким образом, мы можем и дальше проследить себя во Христе, свою жизнь в Иисусе Христе. Тем более, что есть такие открытые тексты Писания, где говорится, что мы были предопределены быть в Иисусе Христе еще от создания мира. То есть мы были во Христе еще от создания мира всего. Вот когда Отец, Сын, Дух Святой, вот больше ничего не было. Только предвечный, бесконечный Бог, которого нет ни начала, ни конца. И вот мы уже были там в Иисусе Христе. Представляете? Я уже был там. Только вдумайтесь. И вот пастор Андрей прочитал этот стих, и меня вот это натолкнуло. 15 Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 стих. 15 глава, 2 стих. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Представьте, вот все, что Павел проповедовал, он говорит, вот все, что я преподал вам, вот вы удерживаете так, как я преподал вам. Ну и, конечно, здесь нужна вера. Если мы тщетно уверовали, то вообще смысла никакого нет. Потому что атака на нашу веру, это самое важное, ну самое серьезное, с чем нам приходится сталкиваться. Вот что-то не так, и уже это атака на твою веру. Чтобы только ты себя не представлял в Иисусе Христе. Чтобы ты не думал, что ты уже в Нем, а Он живет в тебе. Поэтому тебе нечего бояться даже. Если Иисус Христос в тебе, полнота мудрости, полнота всего Божества, Он в тебе, ты имеешь в себе полноту Божества. Если Он в тебе, то чего бояться? И единственное, что происходит с человечеством, причем по сей день еще, вот как-то мы еще растем в это. Я верю, что скоро будет открываться больше и больше. Но до сих пор трудно нам осознавать, что я в Боге и Бог во мне. Очень трудно мне осознать, что там, где я, там и Бог. Очень трудно мне, когда я сталкиваюсь с чем-то в этом мире, особенно с агрессивным чем-то, мне очень трудно осознать, что это Бог. Потому что тебе по-человечески кажется, что это же, ну ты же не можешь. А Бог-то все может. И представьте, вот здесь, когда наша вера, она вот там, на этом уровне, что Он во мне, а я в Нем. И я уже не заботюсь ни о чем, я уже никак не думаю. Я не тщетно принял то, что преподано мне. Я принял Евангелие не тщетно. А что это такое? Смотрите дальше, как интересно. Он говорит, объясняет, что же такое Евангелие и что, во что нам нужно верить. И нужно не тщетно уверовать, что Иисус Христос умер по Писанию. Значит, смотрите, я в Иисусе Христе, Иисус Христос во мне. Значит, я умер уже по Писанию. Я уже умер. Вот если я не тщетно уверовал, я всегда знаю уже в подсознании, что я уже умер. Я уже умер, как ветхий адам, как тот, кто может умереть еще. Потому что смерть один раз только может быть. И я в Иисусе Христе умер раз и навсегда. Представьте, вот если я начну так мыслить, а какой человек в мыслях, такого он и есть. И я вам скажу больше, что сегодня в нашей жизни, в моей, в твоей, в каждой жизни, происходит ровно то, во что я верил вчера. А завтра будет происходить то, во что я верю сегодня. И мой выбор всегда, во что мне верить. Никто не может повлиять на мой выбор. Праведный своею верой жив будет. Ни один человек в мире не может повлиять на то, во что мне верить. Я сам выбираю, верить мне в то, что верит и тот, и тот, и тот человек. Или верить, что те верят. Или еще во что-то. Или верить в Иисуса Христа, в Сына Божьего. Потому что верующий в Сына Божьего даже на суд не приходит. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь в самом себе. Избыток жизни уже в нас. И представьте дальше. Если мы умерли со Христом. Есть довольно-таки ясные тексты, где написано, что все мы умерли со Христом. Все мы во Христа хрестившиеся, в смерть Его крестились. То есть мы были погружены. Крещение это погружение. И мы были погружены в Иисуса Христа, когда Он умер на кресте. Мы были на кресте в Нем. Вот когда мы смотрим на крест, о чем мы думаем? Вот я был в Нем. Иисус понес всю боль мою там. И я был в Нем, когда Он забрал эту боль с меня. Это тайна. Это вот та тайна, о которой Павел говорит. Вот в Весянах много. И в других текстах. Тайна, которая вот, она открывается Иисусом Христом. Только Христом. Она открывается, когда я нахожу себя в Нем. Когда я нахожу себя в Нем, чтобы найтись в Нем. Не со своей праведностью, а с той, которая от Бога. Чтобы пережить силу воскресения Его. Потому что следующее. Это мы были погребены. Когда Христос был погребен, мы были погребены с Ним вместе. Каждый из нас уже был во гробе. Представьте, если я верю. Я могу в это верить. Я могу так думать. И собрание церкви, это как раз место и время, где мы можем об этом размышлять. И учиться думать так все время. Когда я просыгнаюсь утром. Когда я попадаю в какие-то неприятные ситуации. Или в приятные. Куда бы я ни попал. Я всегда думаю об этом. Я уже умер во Христе. Я был с Ним погребен. И когда Иисус Христос воскрес на третий день. Я сам воскрес вместе с Ним. Представьте, когда пастор Андрей читал вообще чудеснейшие вещи. Вот третий день, девятый день. Это же все описание, как я в Иисусе Христе был. Представьте, тогда вот Фома, он тогда не мог так сказать. Хотя он уже был там, но он еще не верил. И апостолы тоже не верили так. Я уверен, что они даже не понимали каких-то вещей. Вот какая вера была, что когда Петр шел просто. И от солнца падала тень какая-то. И кто оказался в этой тени, вдруг исцелялся. Вот представьте, что у него было в сознании. Если он настолько отождествил себя со Христом. И ты тоже можешь вот так вот учиться жить в Иисусе Христе. Отождествить себя с Ним. Почему Петр, вот он имел такую силу. Как это не он имел. Это Дух Святой проявлялся и жил через Него. Я думаю, потому, я верю так, что когда он предал Иисуса Христа трижды, отрекся от Него. Он был лжецом, он отрекся от Христа и было много проблем у Петра. А Иисус пришел, когда воскрес, пришел и говорит, посе овец моих. И Петр такой думает, вот это да. Я его предал. А он не то, что там простил меня, а он доверил мне свою церковь, свою невесту. Он доверил мне своих овец, своих детей. Это овец, это же мы образно говорим. Дети, дети Отца нашего Небесного. И представьте, когда я думаю вот так, что я был в Иисусе Христе, когда я воскрес, и когда я воскрес, что произошло? Я родился. Написано, я не буду просто открывать тексты Писания, чтобы долго не затягивать, но написано неоднократно, что воскресением Иисуса Христа мы возрождены. Мы родились. Мы родились, как новое творение, новый человек. И так мы новое творение. Мы новый человек уже. А какой новый? Это тот, который думает о себе, как о Сыне Божьем, как о Дочери Божьей в Иисусе Христе. Не о себе. Я думаю не о том, что это я в Иисусе Христе, и значит я теперь должен с чем-то справиться. А я же понимаю, что я со многими вещами не могу справиться. А моя задача научиться верить так, что я в Нем, и это уже Он сейчас будет справляться со всем, чем я столкнусь в моей жизни. Если я так думаю, а собрание наше для этого и создано. Знаете, вот отличительная черта. Всякий раз, какая бы причина ни была наших собраний, вот любая причина, мы имеем огромную привилегию размышлять о вере, размышлять о себе в Иисусе Христе, найти себя в Боге и осознать, что Бог живет во мне. И теперь дальше идем. Когда Иисус воскрес, я был в Нем. Я сам воскрес со Христом. И потом, мне так интересно, вот Иисус ходил и учил 40 дней. И Он являлся там всем, все описано в 15 главе. И представьте, я был в Нем тогда. Вы представляете, вот апостолы, Он говорит, вы из Иерусалима не уходите, а через 10 дней будете крещены Духом Святым. Что это произошло? Вот тогда Иисус вошел в каждое сердце Духом Святым. Бог, Дух Святой, Он вошел в человека, в каждого. И теперь в моем Духе живет Он, Бог, Дух Святой. И Иисус Христос в Духе Святом живет во мне. И представьте, вот, а я уже был в Иисусе Христе, когда Он ходил и учил учеников. Когда апостол Павел встретился с Иисусом Христом, он тоже здесь стих, где там, «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодатью не тщетно была». Нет, что мне этот... Вот, восьмой стих. «А после всех явился и мне, как некому извергу». Представьте, я хочу акцентировать на внимание, что явился и мне. То есть Иисус Христос явился каждому из нас. Иисус Христос, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, ученики, может быть, не осознавали даже до конца, они пережили явление Иисуса Христа. Люди ждут, когда Иисус явится на облаках. А Иисус в первой главе Ивангелия Теана, в конце, Он говорит, что «отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих нисходящими и восходящими к Сыну Человеческому». То есть Он намекает здесь, что Сын Человеческий – это наша человеческая жизнь, человеческая природа. И к каждому из нас в Иисусе Христе, вот к тому Иисусу, который живет во мне, постоянно отверстно неба. И нисходят и восходят ангелы Божьи. Это не прекращается. Это всегда происходит. Но все это происходит только через веру. Только через веру. По-другому невозможно. И опять акцентирую, насколько важно собрание, когда мы святые Божьи, собираемся вместе, мы можем говорить об этом. Где ты еще об этом поговоришь? Когда где-то не собрался и будешь ты говорить о каких-то вопросах веры, ну тебе скажут сумасшедший, скажут безумный, скажут еще, и так и Писание говорит, что вас будут называть безумными, что никто мир не может познать премудрости Божьей. И вот через веру мы можем познавать, собираясь вместе, познавать эти истины. Представьте, когда Иисус Христос вознесся во славе, если я был предопределен в нем еще от создания мира, я родился в нем от Девы Марии, я прожил с ним в нем вместе праведную жизнь и порочную святую. Я учил учеников в нем, в Иисусе Христе. Дух Святой, кстати, он для этого у нас и живет, чтобы вот эти дары проявлялись его. Дар слова мудрости, дар слова знания, дар веры, дар чудотворения, дары исцелений, все эти дары, говорения, и знания, вот, развлечения духов. Все эти дары, они в нас уже вложены, Дух Святой проявляет их. И представьте, я в нем был распят, я в нем был в Ильцамском саду. Вот я недавно размышлял буквально об этом. В Ифсимании, когда Иисус столкнулся с вот этой психологической, такой, ну, давлением с таким психологическим, это, представьте, он понимал, что ему сейчас нужно будет пережить эту боль, а он же стал человеком, Бог стал человеком. Это еще одно чудо. Это же, ну, сейчас очень много, вот, вот, эти львовы, много в христианстве, они просто отвергают, что это Иисус Бог. Они говорят, нет, это человек. Для чего? Ну, они думают, что так будет легче тебе, ну, быть как Иисус, если ты будешь понимать, что он человек, и я человек. И вы знаете, это большущая ошибка. Легче и правильно мы можем только тогда понимать, когда мы видим конец в начале, а конец, вот здесь тоже в 15 главе 1 Коринфянам описан, что, смотрите, значит, когда же все покорить ему, 28 стих, тогда и сам сын покорится, покорившему ему, все ему, да будет Бог, все во всем. Поэтому, представьте, дорогие мои, не только Иисус Христос, это истинный Бог, предвечный, который вечно живущий, но и все мы в нем, это истинный Бог. Каждый из нас, это тот океан, вот тот Бог в одной капле. Я океан, я Бог в одной капельке. Ты океан, ты Бог в одной капельке. Как вам такая мысль? Вот если мы верой можем мыслить таким образом, причем, это соответствует полностью тому, что сделал Иисус Христос, нашему основанию, Евангелию. Если мы начинаем так думать, мы начинаем путь в Иисусе Христе. Вот только тогда мы начинаем путь в Иисусе Христе. Если мы так не думаем, дорогие, если вы уже 30 лет верующие, а может кто-то больше, и вы так не думаете, или думаете очень редко, иногда на самых помазанных собраниях, то вы еще, вы еще не начали путь в Иисусе Христе. Мой путь это Иисус Христос. Мой путь это когда я себя отождествляю с Ним полностью на 100%. И если я так даже не думаю, боюсь даже подумать, так я еще вообще не во Христе. Еще не стал Иисус Христос моим путем, моей истиной и моей жизнью. А мы же читаем, у нас в церквях написано Иисус есть путь истинной жизни. То есть я в нем всегда. И когда он вознесся во славе, я вознесся вместе с Ним. И мы знаем тот же апостол Павел, он говорит, о горнем помышляйте, не то, что здесь на земле, а там, где Христос одеснует Бога Отца, потому что вы там в нем посажены. В ефесянам он говорит, что мы все туда, мы с Иисусом Христом ворвались в эти небеса. Иисус для этого и пришел сюда. Бог для этого и стал человеком, чтобы каждый человек мог войти в небо, в самое небо вот туда. И это возможно только верой. Это возможно только когда мы собираемся сознательно, чтобы прославлять Его, чтобы в Его славе найтись не со своими делами, не с тем, что я что-то сделал хорошее, что-то я приобрел тут или научился, диплом я получил или еще что-то. Нет. А найтись в нем с Его праведностью, с Его жизнью, как я прожил в нем эту праведную жизнь, родившись, непорочно бывший зачатым от Девы Марии. Вот это, я думаю, сейчас вообще многим будут мозги трещать. Ага. Знаете, это полезно. Размышляйте, спрашивайте у Бога. Меня не надо кидать там камнями. Спрашивайте у Бога, поговорите с Ним, были ли вы во Христе, когда Он был зачат вот чудесным образом в Деве Марии Духом Святым. Я не знаю, что кому скажет Дух Святой. Мне сказал, что я был там. И представьте, мы были рождены от непорочного зачатия. Мы прошли уже весь этот путь. И я увидел, что когда я начинаю так мыслить, тогда мне становится легче осознавать себя посаженным одесенную Бога Отца в небесах. Тогда мне легче понимать, что все-таки, смотрите, если это все произошло, я значит в своем воображении, в своей верой могу, вот знаете, как из веры в веру, от славы в славу, что мы идем от Господня Духа, преображаясь Его образ больше и больше, когда мы смотрим на Него, когда мы взираем на Него, на Иисуса Христа. Потому что я, это Иисус Христос. И когда я смотрю себя рассматриваю, я живу вне Христа. А когда я смотрю на себя в зеркало, и я нахожу ли я Иисуса Христа вот там, а это только от меня зависит. Представьте, это никто не может повлиять на это. Никто не может. Это только я сам. Когда я смотрю в зеркало, я говорю, Иисус, это ты. Это ты, Иисус. И представьте, если я смогу вот так провести какое-то время с Ним, ну, я знаю, что это будет у каждого по-своему. Я могу просто свой опыт передавать сейчас, потому что я, я живу этим уже много лет. По крайней мере, я стараюсь. Я стараюсь каждое утро найтись в нем сразу, увидеть в зеркале его черты лица, они свои. свои, как, я уже говорю сейчас свои, на самом деле его черты лица, это и есть мои черты. Представьте, когда я понимаю, что, я смотрю на себя, ага, это я, это Иисус, и я нахожусь уже, это его лицо. Я смотрю, у меня тут шрамы, жизнь была бурная очень, у меня много шрамов на лице, и я, Господи Иисус, а он говорит, вот то все, я еще 2000 лет назад забрал, если бы ты знал, когда родился, если бы тебя научили с детства, не тому, чем у нас учат в школах, на улице или еще где-то, а научили истине евангельской, у тебя не было бы ни одного шрамика на лице, у тебя лицо было бы чистое, и сегодня в твои 57 лет, оно бы было просто как у 30-летнего, у 25-летнего, у 18-летнего. Аллилуйя. Представляете, где вечность, где это все открыто, только в Иисусе Христе. Дорогие, представьте, я буду заканчивать, посмотрите, единственное, вот когда мы собираемся вместе, нам легче, потому что, ну, церковь собралась, мы говорим об Иисусе Христе, и вера, это единственное, о чем мы размышляем, но когда мы выходим, когда мы остаемся сами где-то, нам сложнее, я по себе знаю, особенно, если чем-то столкнешься, я заболел так вообще, я не хотел даже сегодня ехать, и пастор Андрей, меня два дня, я внук, температуру, и серьезно, и жена моя заболела, и кашляет, и не могла, хотела приехать, тоже петь, не смогла, и представьте, и Андрей говорит, слушай, ну давай, говорит, помолимся, давай, давай сейчас, и я, он молится, а я вспоминаю, когда я пришел, только к Богу, интересно так, я пришел, попал в церковь, посольство Божье, пастор Антонина, благословенная женщина, сестра во Христе, благословенный пастор, дочь Божья, благословенная, и вот, она вот как-то так привила, сразу в проповедях ее, я с первых служений увидел, что если что-то тебе не так, что-то плохо тебе, как-то что-то, беги в церковь на собрание, беги туда, где говорят слово веры, где говорят слова, которые ты нигде больше не услышишь, и там, доверься просто Богу, и вы знаете, я увидел это, я видел тысячу раз, на своем примере, на примере других людей, как больной человек приходит, присутствие Божье, что-то происходит в собрании, и он уходит здоровый, я в колонии, когда вот еще 43, 44 была еще открыта, в Чернигове, как-то вот атаковала меня, я не знаю, часто перед служением, особенно в зимнее время, у меня просто вот, головные боли ужасные, температура, там кашель и все, а я же такой, ну я же служитель, я служу, и я говорю, нет Господь, я пойду все равно, и что интересно, я приходил, я даже таблетку пил, чтобы дойти, чтобы там не текло с меня, и прихожу, и после служения я выхожу, как на крыльях, исцеленный, здоровый, обновленный, и все в порядке, и я вспоминаю, как я приходил на служение, когда вот еще 2004 год, 2005 год, когда я приходил, и просто слушаешь проповедь, какие-то вещи, а ты размышляешь, о чем-то думаешь, твоя вера уже парит, уже летит, уже знаете, ты уже, уже на небесах, и ты потом даже сам не понимаешь, откуда в сердце что-то произошло, тебе любить легче, тебе легче простить, тебе легче пройти через что-то, и как-то вот, ну, не озлобиться, тебе, а в этом же самая главная суть, я в следующий раз, когда, ну, Господу будет угодно, все-таки эту тему раскрою, потому что я сейчас начал, но я не буду, и она тоже хорошая, такая мощная тема, тема любви, это вообще тема всей нашей жизни, если я не найду себя в нем, я никогда не найду себя любовью, если я не приму, как Бог любит меня, я никогда не пойму, что я и есть любовь, об этом мы поговорим еще, а сейчас давайте помолимся кратко, я немножко, я просто хочу, чтобы вот это слово, оно вошло просто в нас, чтобы все, кто будут смотреть, может в записи, сейчас кто будет смотреть с нами вместе, чтобы мы не остались прежними, знаете, я всегда вот, каждый раз, когда я хожу на собрание, я всегда иду и говорю, Отец, прошу тебя, я хочу уйти уже другим отсюда, каждый раз, причем не важно, замечаю я или не замечаю, проходит время, и я вижу, я был таким, а сейчас уже другой, и оно потихоньку, 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 шаг за шагом все меняется, поэтому, вот сейчас, просите просто, просите, чтобы Бог изменил вас, чтобы сегодня, ваше познание Христа, и ваше познание себя в нем, оно куда-то поднялось, на более высокий уровень, с которого вы сможете увидеть, свою жизнь уже по-другому, уже другими глазами, с которого вы уже сможете увидеть, следующую ступенечку, потому что, папа нас все ждет, он ожидает, что мы будем идти к нему, вот так легко и просто, отец, мы благодарим тебя, благодарим за сына твоего, Иисуса Христа, за то, что ты так возлюбил этот мир, ты полюбил этот мир, ужасный, вот этот ужасный мир, ты его полюбил, папа, только ты мог полюбить его, потому что ты любовь, и в тебе нет зла, в тебе нет ненависти, ты любовь, и ты не можешь не любить, мы благодарим тебя, что ты пришел в сыне своем, Иисусе Христе, и впитал нас в себя, вместил нас в себя, мы как-то чудесным образом, это фантастически, чудесно, я не знаю, как это передать даже, это вера наша, что мы были в Иисусе Христе, от создания мира, что мы прожили здесь, в тебе, Иисус Христос, эту праведную святую жизнь, и мы признаны праведными, потому что ты явил праведность эту, а мы в тебе, Иисус, и мы умерли за грехи всего мира, в тебе, Иисус, дай же нам эту мудрость вот так мыслить, пусть твой ум, он действует в нас, это же ты так мыслишь, ты умер за грехи всего мира, и мы были в тебе, там на кресте, эти раны, Иисус, это же мы в тебе, это же мы заслужили эти раны, и мы были там в тебе, поэтому ты и принял эти раны, мы благодарим тебя, Господь, благодарим тебя, Сын Божий, истинный Бог, что ты стал человеком, что ты пролил свою кровь и был изъязвлен, мучен за грехи наши и за беззакония наши, за то, что ты умер и уничтожил смертью своей, даже смерть, ты пришел и разобрался с грехом, ты уничтожил грех раз и навсегда, и ты, когда воскрес, ты сказал, теперь вы праведны, и мы верим, что мы совоскресли с тобой, и твоя праведность, она теперь и есть мы, я твоя праведность, Иисус, ты моя праведность, а я твоя праведность, ты живешь во мне, а я живу всегда в тебе, и об этом самом свидетельствует нам и Дух Святой, Иисус, ты сделал нас совершенными навсегда, Святой Дух, ты постоянно говоришь нам об этом, и мы можем отличить, где ты говоришь, а где говорят какие-то духи этого мира, бесовские духи, какие-то духи злобы поднебесной, мы теперь легко отделяем это, потому что ты всегда свидетельствуешь о том, что Сын Божий, Иисус Христос, сделал нас навсегда совершенными, и мы теперь имеем всю полноту Божества внутри себя, благодарим тебя, благодарим тебя, благодарим, что смерти уже нет, ты победил, ты победил, благодарим, что здоровье, божественное здоровье, наполняет каждую клеточку наших тел, каждое утро, обновляя нас, благодарим тебя, что ты обеспечитель наш, божественное обеспечение нашей жизни, оно гарантировано тобой, Иисус, потому что все благословения, все небесные благословения, принадлежащие тебе, для нас теперь да и аминь, благодарим тебя, благодарим, что ты чудесный Святой Дух, учишь нас всему этому, твое помазание учит, оно истинно и не ложно, благодарим тебя, ты Бог, а мы в тебе, ты океан, а мы не просто капли, а мы этот океан в капле, спасибо, что ты такой прекрасный, любящий, добрый, заботливый, что все ты приведешь к своему совершенному, вот этому замыслу, ты это все приведешь, мы благодарим тебя, мы уже видим конец в начале, и оттуда уже смотрим на себя, веди нас, Господь, веди нас, отец, ты наш папа, а мы твои дети, мы любим тебя, и отдаем свою жизнь в твои руки, отдаемся тебе, ты в нас, а мы в тебе, во имя Иисуса Христа, Аминь, Аллилуйя, слава тебе Господь, Аллилуйя, прославляйся Господа, дорогой пастор Андрей, Библия немножко, Халлилуйя, слава Иисусу Христу, давайте мы помолимся за пастора Валеру, за здоровье и за семью, чтобы я у меня Наташа, сейчас принимаю полное исцеление на нее, Аминь, потому что Бог тебя исцелил, это, знаешь, ты видишь, бодрость, здоровый, видишь, встретиться, слава Божьей, и чтобы Бог прямо сейчас касался и там исцелял. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, все возносим Тебя, мы благодарим Тебя за Твою безмерную любовь, за то, что Ты творишь, созидаешь и утверждаешь в жизни Твоего народа, и мы благословляем, Господь Бог, мы восторожаем Леру, Бог мой, Господь, полное, благословенное исцеление, мы благодарим Тебя за это исцеление, благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою силу, благодарим Тебя, что Ты верный Бог, и мы прямо сейчас в этой молитве согласия с церковью молимся за Наташу, Господь, Бог моего жену, Господь, рано, Вица Христа, она исцелена, полное исцеление в силе и славе Божьей, во имя Иисуса Христа, и благослови эту семью, утверждай, укрепляй вере, Господь, наполняй Собой и веди Твоими путями, и пусть Твое откровение, Твоя истина, она наполняет, Господь, их сердца, и через них, Господь Бог мой, эту землю, и мы благодарим Тебя, славим Тебя и прославляем Тебя, во имя Иисуса Христа, аминь, аллилуйя, спасибо, слава Тебя Христа, слава нашему Богу, так вот это, возьмите, пожалуйста, два слова, можно будет? да, сейчас, а вы о чем хотите сказать? ну, как, о проповеди, о проповеди, ну мы пообщаемся, это за столом, поговорим, пообщаемся, давайте мы сейчас, хорошо сейчас, завершим служение, давайте возьмем халима преномления, и сейчас будем, да, скажите, Петрович, мы сейчас постареем, будем общаться и поговорим, возьмите там хлебопреномление, и мы сейчас будем принимать хлебопреномление, аллилуйя, это, что мы здесь Brink, Давайте мы поднимемся и будем принимать хлебопреломление. И принимай аллилуйя. Слава тебе, Господь, Бог мой. Мы благодарим тебя, Господь, за твою благодать. Благодарим тебя за твою милость. Благодарим тебя, Господь, за твою пролитую кровь за нас. И, Господь, мы возвещаем Евангелие. Ты, Господь, Бог мой, ты, Господь, Бог мой, взял наши грехи. Ты взял мой грех, Ты взял мои проклятия и вознес Своим телом на крест. О мой Бог, и мы благодарим Тебя, славим Тебя и прославляем Тебя. И Ты был погребен по Писанию и воскрес по Писанию во имя Иисуса Христа. И Ты даровал нам жизнь, даровал нам победу, даровал нам Твою силу и Твою власть. И Ты, Господь Бог мой, завещал нам, Господь Бог мой, Бог мой, Господь, вкушайте это тело мое за Вас ломимое. И Ты, Господь Бог мой, пошел на крест, и Твое тело было ломимое за нас, оно было разрываемое, уничижаемое, Господь Бог мой, чтобы мы были в единстве Духа в союзе мира. И мы принимаем, Господь Бог мой, этот хлеб, это Тело Твое, это Твое тело. Бог мой, Господь, в единство Духа в союзе мира. И мы, Господь, Бог мой, единое тело, Господь, Бог мой, этот хлеб, который мы можем накормить многих голодных во имя Иисуса Христа. И мы вкушаем это тело. И мы берем чашу твоей крови, чашу Нового Завета. Ты сказал, не оставлю и не покину. О, не оставлю и не покину. Бог мой, Ты с нами до скончания века. И в твоей крови твои желания, твои чувствования, твоя сила. И капля твоей крови, она, Господь Бог мой, Бог мой, изгоняет и разрушает легион и бесов во имя Иисуса Христа. И кровь твоя, это, Господь Бог мой, оружие твоей славы. Это благословение, Господь Бог мой. И мы вкушаем твою кровь. И утверждаем, Господь Бог мой, твою победу, Господь, на этой земле. В наших жизнях, в наших семьях, в нашей стране. Твоя победа, Твоя власть, Твоя сила, Твоя благодать, Твоя безмерная любовь во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя и прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя. О, мой Бог, мы вкушаем, Господь Бог, на Твою кровь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Славим Тебя и прославляем Тебя. И мы поклоняемся Тебе. Мы сокрушаемся перед Тобой. И мы благодарим Тебя за Твою победу. Благодарим Тебя за Твои ответы. Благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою мудрость, Твое разумение. благодарим тебя за мою славу твою силу которые ты явил жизни твоего народа и я прошу тебя дух святой коснись каждого кого сейчас не хватает веры у кого господь бог мой господь бог мой нету вера я прошу тебя дарует эту веру дару и господь бог мой эту силу господь бог мой бог мой исцеление посетите как ты посетил господь моих своих апостолов апостола паула ты посетил меня посетил господь моих своих детей посетить тот кто из бы ничего не знает тебя посетить бог мой господь пусть твоя благодать она наполнит каждое сердце во имя иисуса христа и мы благодарим тебя господь что конфеты на чат то есть вот наша пробовать что выговоришь вам и во время вас твое воскресенье мы верим в학교 бол beg� une свое сламу мы верим господь чтобы воскреснет с тобой и ты наша сила ты наша слава и любовь наша вера наша и мы плагом тебя иисус да благословляем тебя превозносим тебя я прошу тебя с петку мане Дух Святой, Дух Святой, совершай эту работу в силе и славе Твоей в каждом сердце, в каждой душе и в каждом духе, и пусть Твоя божественная благодать, она пребудет с родом Твоим во имя Иисуса Христа. Если сейчас ты не принимал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и у тебя нет веры, и ты хотел бы иметь Его веру, ты хотел бы, чтобы Он являл чудесам твоей жизни, давайте мы сейчас помолимся. И вы в прямом эфире, если вы смотрите нас первый раз, или вы не молились, не принимали Христа своим Господом и Спасителем, или у вас не хватает веры, то сейчас, Господь, помолитесь этой молитвой с нами. Я сейчас буду вас вести в молитве, а вы повторяйте от всего сердца, повторяйте от всего сердца, и чтобы эта молитва была вашей молитвой. Не просто тебя попросили пополиться за компанию, а это Твоя молитва, Твой разговор с Богом. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, давайте церковь поддержим, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, прости меня, очисти меня, омой меня от всякого греха. Я осознаю, что я грешен без Тебя, и я прошу Тебя, войди в мое сердце, будь моим Господом, будь моим Спасителем с этого дня и навсегда. И я прошу Тебя, Дух Святой, наполняй меня, веди меня, научай меня, открывай мне Иисуса Христа, который живет во мне, в моем сердце. И теперь не я живу, живет во мне Христос. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты избрал меня местом своего обитания. И мое осознание, оно открывает двери, Господь Бог мой, в мое сердце, в которое Ты, Господь Бог мой, стучишь. Пристою и стучу, кто творит, я буду вечерять. Я благодарю Тебя за Твою вечерю, Господь, вечерю Твоей славы. И пусть, Господь Бог мой, исцеление, освобождение, мудрость Твоя, наставление всегда пребудет в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Халилюя. Слава Иисусу Христу воздайте, слава Господу. Халилюя. Слава нашему Господу. Его слава, Его сила и Его божественная благодать. Халилюя. И...